Митинги в Киеве за деньги от безысходности или это чей-то сценарий? И как власти Киева пытаются предотвратить новый Майдан? Звучит музыка Главные события этой среды в настоящем времени из Праги. Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Сегодня на Алексея Улюкаева надели электронный браслет, уволенный накануне министр экономразвития России под домашним арестом. Чиновник обвиняют в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у представителей Роснефти за одобрение сделки по покупке госпакета Башнефти. При этом у него якобы могли быть сообщники. РИА Новости со ссылкой на источники ФСБ сообщает, что в деле Улюкаева могут появиться до семи новых фигурантов. По данным газеты ведомости, в разработке спецслужб помимо Улюкаева находились также вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Беловусов. Оба публично выступали против продажи Башнефти структурам Роснефти. Появляются в СМИ и новые подробности задержания самого Улюкаева. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, он был задержан в офисе Роснефти, где получил кейс с миллионом долларов. Его ручка была обработана специальным веществом, следы от него вроде как остались на руках министра. Второй кейс с деньгами чиновника якобы пообещали принести в машину. Сам Улюкаев свою вину не признает и называет делом в отношении себя провокацией. Примечательно, что его инициатором стал глава службы безопасности Роснефти и бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов. Кто он такой и как российские спецслужбы, связанные с главой Роснефти Игорем Сечиным? Мы собрали все, что известно о сеченском спецназе. Уголовное дело против министра Алексея Улюкаева инициировал глава службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов. Он же лично участвовал в оперативно-технических мероприятиях. Генерал Олег Феоктистов до августа 2016 года был первым заместителем начальника управления собственной безопасности ФСБ. Это спецслужба внутри могущественной спецслужбы. Сам Олег Феоктистов возглавил шестую службу УСБ, ФСБ. Ее называли Сеченский спецназ. Это подразделение создавал лично Игорь Сечин в 2004 году, когда курировал в правительстве силовой блок. С 2012 года Игорь Сечин возглавляет компанию Роснефть. За это время бойцы шестой службы задержали губернатора в Сахалинской области Александра Хорошавина, республики Коми Вячеслава Гейзера. У них были споры со структурами Роснефти. Также шестерка задерживала губернатора Кировской области Никиту Белых, мэра Владивостока Игоря Пушкарева и других высокопоставленных чиновников. Летом генерал Феоктистов, он же Большой Олег и генерал Фукс, уволен из ФСБ. Это связывает с арестом его друзей из Средственного комитета по делу вора в законе Шакро-Молодого и битвы силовиков за контроль над Балтийской таможней, которая привела к отставке главы Федеральной таможенной службы, сослуживца Путина Андрея Бельянинова. О назначении Олега Феоктистова главой службы безопасности Роснефти объявили в сентябре 2016 года. Прослушивание телефонов министра экономического развития Алексея Улюкаева и оперативная разработка чиновника начались в августе. И вчера российский президент Путин уволил Улюкаева с поста министра в связи с утратой доверия. Глава правительства Дмитрий Медведев пока не выдвинул новых кандидатур на должность главы министра экономразвития. Произошедшее еще раз подтверждает один непреложный вывод, что абсолютно все, включая любого представителя власти, какую бы должность он не занимал, равны перед законом. Примечательно, что дело Улюкаева, по данным Рейтера, будет вести следователь Роман Нестеров. Он же ранее занимался делом и в Роше против оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. В декабре 2014 суд приговорил Навального к 3,5 годам условно, а его брата к такому же сроку в колонии общего режима. Тем временем, другой приговор Навальному по делу Киров-Леса сегодня Верховный суд России отменил и направил дело на новое рассмотрение. Генпрокуратура просила оставить приговор без изменений. Защита же Навального настаивала на его отмене за отсутствием состава преступления. Адвокаты ссылались на решение Европейского суда по правам человека, который указал на связь между приговором и антикоррупционной деятельностью Навального. Президиум Верховного суда – это верхушка судебной пирамиды, то есть выше уже нет инстанции, которая могла бы рассмотреть мое дело. И сегодня она вынесла решение в рамках той же самой логики, которая направлена на то, чтобы воспрепятствовать моей политической деятельности. Формально они отменили это дело, но по сути они решение испечения исполнили. Потому что мы выиграли в ЕСПЧ, это дело должно быть прекращено. А они отправили это дело на новое рассмотрение тем же самым судом. Я напомню, по делу Керафлеса Навального осудили на пять лет условно. Приговор означал, что политик не мог принимать участие в выборах до 2033 года. Пересмотр дела, по словам адвокатов Навального, возвращает оппозиционеру право баллотироваться на президентских выборах. В Иран внезапно совершила визит глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель Верхней Палаты Российского Парламента встретилась с президентом и министром иностранных дел Ирана. По итогам встречи Матвиенко сообщила, что Тегеран надеется на помощь Москвы в борьбе с санкциями и выступает за безвизовый режим. Это была цитата. Что скрывается за этой дипломатической формулировкой? Причем тут миллиарды долларов? Об этом уже через несколько минут в нашем специальном репортаже. Но пока в Украину. Верховная Рада может снять неприкосновенность с украинского депутата, олигарха и миллионера Вадима Новинского. После этого на завтрашнем заседании нардепа от оппозиционного блока могут даже арестовать. Новинский фигурирует в так называемом «большом деле Януковича». Эта запутанная история началась с просьбы генпрокурора Украины Юрия Луценко разрешить прокуратуре привлечь Новинского к ответственности. В этой большой деле о госизмене мы будем предусматривать эпизод об узурпации государственной власти. Но также господин Янукович, как нам выяснилось, пытался взять под контроль и общественные и религиозные организации. Поэтому буквально в ближайшее время мы готовы направлять сначала Верховный Совет за согласием, а потом передавать все дело в суд по попытке Януковича заставить покойного митрополита Владимира, главы Украинской Православной Церкви, уйти в отставку в пользу донецкого оставленника. Это Новинский? Да, это вопрос к господину Новинскому, который нами подозревается как соучастник этого преступления Януковича. Вадим Новинский, давний меценат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. По данным следствия, от имени Виктора Януковича в бытность последнего президента, Новинский якобы оказывал давление на Александра Дробинка, помощника митрополита Владимира, ныне покойного главы ОПЦ. По словам Дробинка, таким образом окружение Януковича пыталось заставить тяжелого больного митрополита уйти на покой. Владыка всегда оставался самостоятельной фигурой, а Дробинка говорит о, цитата, психологических пытках. Люди Януковича якобы пытались его изолировать и даже споить. После заявления генпрокурора Луценко, священный сенот обратился к президенту Порошенко с просьбой прекратить попытки использовать церковь в политических целях. Ни сам покойный блаженнейший, ни полномочные особы Украинской Православной Церкви никогда не заявляли о наличии оснований для проведения такого расследования. А опубликованные материалы указывают на отсутствие у следствия понимания внутренней жизни церкви. Сам Новинский уголовное производство в отношении себя считает политической расправой. Все представление представляет собой просто какой-то набор фраз политических деклараций и никакого юридического обоснования тому, что они там пишут, нет. Вадим Новинский все обвинения о давлении на церковь отвергает. Говорит, что любое решение Верховной Рады примет спокойно и страны убегать не собираются. Депутату и олигарху угрожает до пяти лет тюрьмы. Помочь разобраться, почему эта история с Новинским началась именно сейчас, хотя к нему, как и к другим людям команды Януковича, у нынешней власти вопросы были давно, а также какая роль церкви в этом скандале. Мы спросили политического обозревателя, человека, который в свое время работал в команде Януковича, Тараса Черновола. Почему за него взялись именно сейчас? Да по одной единственной причине. Раньше все преступления режима Януковича расследовала одна следственная группа. И целый ряд преступлений, не связанных непосредственно с Майданом, переданы в новое управление. Это новое управление довольно быстро заработало. И одно из дел, которые оно расследует, именно по обвинению бывшего президента Януковича, это действие, влияние, по влиянию на украинскую православную церковь, весьма преступными методами. Так, фигурантом был действительно Новинский. Это действие полностью ложится в русло расследований против Януковича и его режима. И Новинский здесь только один из персонажей, более доски украинских правоохранительных. Уличные протесты в Киеве утехли, митингующие на Институтской разошлись. У здания Национального банка остались только правоохранители. Металлические ограждения, которыми была перекрыта улица, убирают, а движение транспорта восстановлено. Еще вчера здесь стояли тысячи человек. Часть из них представлялась вкладчиками коммерческих банков, которые пытаются вернуть свои деньги. Среди них бывшие клиенты закрытого банка Михайловский. Как удалось выяснить нашим коллегам из украинской службы радио «Свобода», истинных вкладчиков у здания Национального банка было не так много. Держали флаги, кричали и били в крышки от кастрюль проплаченные демонстранты. 125 гривен. Расчет возле институтской. А если журналисты подойдут? А вы скажи, мы гуляем, мы просто пришли смотреть. Сайты объявлений. Сайты объявлений, там все это есть, но прямо, конечно, не пишут. Но многие стыдятся признаваться, что эти акции проплачены, что вы стоите за деньги. А чего стыдиться? Вы видели декларации наших чиновников? Так что стыдиться тут нечего. На днях, напомню, в СБУ заявляли о наличии документов, которые якобы свидетельствуют о неком плане Кремля по дестабилизации обстановки в Украине под названием «Шатун». По данным ведомства, операция якобы включает в себя проведение массовых протестов по дискредитации власти. Глава Национального банка Валерия Гонтарева в дестабилизации обвинила лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Политика, по словам банкира, использует обманутых вкладчиков в своих целях. Если выполнить политические обещания организаторов этой акции, Украина вернется в 90-е годы. Запустится печатный станок. Это спровоцирует стремительный рост цен на продукты и услуги. Обесценивание гривны. Только при премьере Тимошенко Национальный банк предоставил банкам 84 миллиарда гривен рефинансирования. Большая часть этих средств выведена из банков и владельцами. И уже не будет возвращена государству. Валерия Гонтарева призвала депутатов прекратить политические инстинуации и работать вместе. Это была цитата. А у реакции Юлии Тимошенко на обвинение главы Национального банка пока не последовало. Дипломатическая неделя в Иране началась активно. Сразу два ключевых партнера Исламской республики, Россия и Китай, прибыли на переговоры в Тегеран. За заявленные темы встреч носят миролюбивый характер, экономика и расширение сотрудничества. Однако наибольший интерес для сторон представляют торговля оружием. На кону миллиарды долларов. Почему сделки заключаются именно сейчас? Удастся ли обойти санкции Совбеза ООН? И каковы последствия этих сделок для всего мира? Выяснял Сергей Хиршвильд. Россия надеется заключить крупнейшую сделку в историю отношений с режимом Айатол. Поставить Тегерану танки Т-90, артиллерийские системы, самолеты, вертолеты и многое другое. На общую сумму в 10 миллиардов долларов. Иран также подтверждает свою готовность и свой интерес к развитию сотрудничества в сфере ВТС. Естественно, детали и конкретные договоренности в этой сфере – это сфера ответственности силовых структур. Мы их обсуждать не будем. Очередной оружейный договор между Москвой и Тегераном – квинтэссенция сотрудничества между этими государствами. И Россия, и Иран находятся под международными санкциями. Россия из-за Крыма, Иран из-за своей ядерной программы. Обеим сторонам позарез нужны валютные контракты, а Ирану еще и современное оружие. И кремлевские власти, и режимы ИТО поддерживают президента Сирии Башара Асада. Плюс общая антизападная позиция на Ближнем Востоке. Налицо стопроцентная общность интересов. Для Ирана крайне важно сохранение нынешнего соглашения Соединенных Штатов Америки. От этого будет зависеть глубина отношений с Россией, а не наоборот. В истории с поставками оружия в Иран есть одно «но». Продавать наступательное оружие иранцам запрещено специальной резолюции Совбеза ООН. Но вести переговоры ведь никто не запрещал. Конечно, сегодня Соединенные Штаты Америки и их союзники по Европе всячески препятствуют таким поставкам. Как только будет получено добро, мы, конечно же, поставки этих вооружений и военной техники продолжим. У России и Ирана в последние годы уже была одна громкая оружейная сделка. Поставки российских противоракетных комплексов С-300 растянулись на 8 лет. Комплексы поставили лишь после частичного снятия санкций с Ирана по личному указу Путина. Иран хочет максимально обезопаситься от возможных атак со стороны США и Израиля. Но дело отнюдь не только в этом. Экспансию исламской революции никто не отменял. Иран признал на официальном уровне, что у них есть заводы по производству ракетного вооружения за пределами страны. Один из заводов находился, по крайней мере, в районе Алеппо. И, как заявили иранцы, там производились ракеты, которые были позже выпущены по Израилю во время Второй Ливанской войны. Вполне вероятно, такой же завод по производству ракет есть и в Йемене, где Иран поддерживает хуситов. То есть Иран не скрывает, что готовится к наступательной войне. Производство ракет за пределами своей территории не может служить оборонительным целям. И в этой связи сотрудничество с Россией представляется еще более опасным. Российское оружие лишь усилит иранские амбиции. К слову, одна из официальных заявленных тем переговоров между Валентиной Матвиенко и главой иранского МИДа Джавадом Зарифом – борьба с международным терроризмом. Мы удовлетворены тем, как у нас идет взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом. Это серьезнейшая угроза и для России, и для Ирана. Вопрос в другом. Кого именно считают террористами в России и в Иране? Ведь понятие терроризм в Москве и Тегеране понимают совсем не так, как на Западе. Так с кем именно партнеры собираются бороться? Сергей Хиршвильд. Настоящее время. Это настоящее время. Мы вещаем из Праги. Смотрите далее. Прощальное турне по Европе продолжается. Барак Обама прилетел в Берлин. В Литве начал работу новый парламент, урезать количество депутатов на треть. И какие еще предложения о итоге заседания, которое продлилось почти до утра? Лишить мэра зарплаты и постоянной работы в России в Чебоксарах разгорается скандал. Последний раз в Германии в качестве американского президента Барак Обама прибыл в Берлин. За два своих президентских срока он посещал страну уже пять раз. И этот визит решил включить в план своего прощального турне по Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила Обаму на неформальный ужин. Прессом на него не звали. Официальная программа визита Обамы в Берлин начнется уже завтра. И вы видите, как столицу Германии готовят к визиту американского президента в районе отеля, где он остановится. Полиция усиливает меры безопасности, ограничено движение, печатаны канализационные люки, установлены палатки около британского посольства и заграждения вокруг посольства США. Водителей заранее предупредили о возможном трафике в районе Бранденбургских ворот. В Берлине Обама пробудет до 18 ноября и проведет переговоры не только с Ангелой Меркель, но и с президентом Франции и премьерами Испании, Италии и Великобритании. Кстати, накануне появилась информация о том, что Меркель собирается баллотироваться на пост канцлера Германии в четвертый раз. Закон о творчестве до глубокой ночи. Парламент Литвы только вступил в полномочия и в первый же день работы разошелся только под утро. Сегодня по графику был перерыв, но народные избранники с азартом устроили внеочередное заседание, принимая решение за решением. О планах и обещаниях из Вильнюса Денис Тарасенко. Передача власти в Литве окончательно состоялась. Изменения будут кардинарными, обещают в Вильнюсе. А чтобы население не шокировать, начали с себя. Мы обсудили реформу системы парламентских выборов. Сюда входит уменьшение числа депутатов Сейма, а также время проведения выборов. Мы также обсудили вопрос двойного гражданства. Надо сделать все, чтобы оно было легализовано. Депутатов должно стать на треть меньше. Ровно настолько, насколько сократилось население за последнее десятилетие. Руководство парламента тоже сократили. И даже отобрали служебные автомобили с водителями. Иммиграцию пообещали остановить любыми способами. Количество вузов также сократить. Добиться государственной монополии на продажу алкоголя. Открыть спецмагазины, которые работали бы несколько часов в сутки. Как в Скандинавии. Президент резких высказываний не делает. Реальных предложений нет. Решения точно не будут приниматься поспешно. Я получила заверение господина Карбаускиса, что никаких резких и ночных реформ не будет. Мы будем все обсуждать и дискутировать. А уходящие министры опасаются шоковой терапии. Знаете, преобразование в просвещение – очень сложный и ответственный процесс. Осуществляя революцию, можно наломать много дров. У нас есть проблемы, но по пути революции мы не можем идти. Следует проводить реформы пошагово. Но медлительность – не выход. Это показали последние четыре года, считает экс-премьер Андрюс Кубирюс. Хорошо, что решали стратегические и важные проекты, такие как терминал сжиженного природного газа, электросоединение, введение евро. Но такие сферы, в которых участвует простой житель. Сокращение социального неравенства, нищета, отстранение регионов – вот эти сферы не были приоритетом нынешней власти. Президент Ритвы уже подписал декрет о внесении в парламент кандидатуры экс-руководителя МВД Саулюса Скверняриса на пост будущего премьера. Характер нового главы правительства взрывной. Он чисто любивый и эмоциональный. Иначе не прошел бы путь от простого районного инспектора полиции до ключевой фигуры исполнительной власти Ритвы. Уменьшение социального неравенства, реформа образования, эффективное управление общественными финансами, прозрачность решений, борьба с коррупцией. Все это будет прописано в правительственной программе. Ритвой действительно начинает править село. В Сеем избрано так много депутатов из провинции, что они попросту не поместились в парламентскую гостиницу. Впервые в истории не хватило номеров. Денис Тарасенко. Настоящее время. Вирнюс. Ритва. Городская дума Чебоксар проголосовала за то, чтобы лишить мэра зарплаты и постоянной работы. Инициативная группа депутатов от «Единой России» предложила внести поправки в устав города, чтобы сэкономить бюджет. Оппозиция же уверяет, что это новый способ централизации власти. Появится ли в Чебоксарах первый в России мэр по совместительству, знает Екатерина Пономарева. Это заседание в городской думе Чебоксар началось как обычно. Депутаты послушали гимн, потом взялись кто за работу, кто за мобильные телефоны, скоротать время. Но первый вопрос скучное собрание оживил. Депутаты решают, лишить ли мэра города зарплаты. Я не верю в альтруизм, я не верю в филантропство. Я вообще против того, чтобы человеку не оплачивался его труд. Бесплатно это, как говорится, бесплатят. Это нам точно не надо. Может нам действительно, вот у меня на работе есть кот Васька, знаете, какой умный. Так вальяжно разляжется, все проходят и селфи с ним делают. Может нам это сделать, и тогда, я уверен, мы уже не шестые будем по инвестиционной привлекательности в России, а может вообще первые станем. Авторы инициативы предлагают закрепить в городском уставе новую форму работы мэра на непостоянной основе, то есть по совместительству. Выбирать его будут из состава парламента. Идею предложили местные депутаты Единоросса, когда их товарищи по партии, бывшего мэра Чебоксар, этой осенью избрали в Госдуму. Полномочия главы города прописаны в федеральном законе. И они не зависят от способа осуществления своих полномочий, либо на постоянной, либо на непостоянной основе. Мы просто нашли здесь еще один способ получить некую бюджетную эффективность и сэкономить еще средства. В декларации бывший мэр указал зарплату чуть больше 2 миллионов рублей в год. Оппозиционеры, что выступают против этой инициативы, считают дело не в экономии, а в политике. Сейчас в Чебоксарах двуглавая система власти. Есть мэр, он же председатель местной думы, и сити-менеджер, глава администрации, которого дума уже выбрала. Это Алексей Ладыков, тоже единоросс. И пока мэра не повысили, они работали в связке. К сожалению, у нас в Чебоксарах зачастую решения принимаются, исходя из персоналей. А сейчас получается так, что мы, депутаты, избранные народом, немного свой статус потеряем, во власти у нас будет самый, что ни на есть, чиновничий аппарат. Потому что вся власть практически полностью попадет сейчас в руки тому человеку, который является главой администрации города, то есть наемному менеджеру. Авторы идеи предлагают разделить обязанности мэра среди депутатов, увеличить штат его замов и аппарат помощников, а за ним оставить больше представительские функции. Оппозиция парирует. Где тогда экономия? Несмотря на все эти вопросы и противоречия, поправки уже успешно прошли общественные слушания. И на заседание депутаты проголосовали за них абсолютным большинством. Кто за то, чтобы принять решение в целом? Прошу голосовать. Кто за? В Чебоксарах устав города в части самоуправления уже меняли. Последний раз в 2008 году отменили прямые выборы мэра. Горожанам оставили право голосовать только за депутатов Гордумы, которые потом за них выберут главу города. Вот и на этот раз жители не спросили, согласны ли они, чтобы у них был мэр по совместительству. Если она по своей специальности работает, если так она хочет работать, пускай она получает зарплату, правильно? Только в Америке вот сейчас Трамп, который избрали, Дональд Трамп, он отказался от своей зарплаты, который будет получать 450 тысяч долларов, он отказался получать. Это ему можно, потому что он миллиардер. А то фактически за такой город свыше 500 тысяч человек, я думаю, это нереально. На одном месте, на другом месте совмещать нельзя. Значит, полной отдачи не будет. Сейчас обязанности мэра исполняет Ирина Клементьева. Она руководитель фракции «Единая Россия» в городу Мечебоксар. Это ее основное место работы. Зарплату получает. От неудобных вопросов про возможную работу за «Спасибо» сразу же уходит. А если не секрет, на сколько урезается зарплата? Ну вот, придете, увидите, ладно? Сейчас я не знаю. И зовет журналистов на следующее собрание Думы, где после всех юридических экспертиз, изменения в устав города депутаты примут. Уже официально и окончательно выберут первого в истории страны бесплатного мэра по совместительству. Екатерина Пономарева, «Ди Настоящего Времени». Такой запомнится эта среда. Мы постоянно обновляем новостную ленту на нашем сайте currenttime.tv. Также все наши материалы вы можете найти в YouTube. Там же ждем ваших комментариев. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. До свидания и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова